Сегодня, 8 декабря 2017 года, исполнилось бы 90 лет замечательному харьковскому оперному певцу, народному артисту Советского Союза Николаю Манойло. Вы можете себе представить, что такое для Харькова народный артист Советского Союза. Не Украины, а Советского Союза. Он был депутат Верховного Совета Украины, он был орденоносец, он имел постоянно заграничные поездки, гастроли какие-то. Но несмотря на все на это, пел он очень хорошо. Вот сегодня, когда я переслушал всех и все, я могу с уверенностью сказать, что пел он очень-очень прилично. Я с ним был знаком на уровне просто поздороваться на улице, потому что это были совершенно разные весовые категории. И вот однажды был прекрасный весенний вечер, чудная погода. Иду я по Сумской, весь такой красивый, в костюме, с галстуком. Я почему это подчеркиваю? Потому что я уже 28 лет, живя в Израиле, не ношу костюмы и галстуки. У нас никто это не носит. У нас их одевают, даже концерты я играю в рубашках. У нас надевают мужчины костюмы и галстук только в случае свадьбы его дочери или сына. И все, кто живет вокруг и со мной, прибегают ко мне, чтобы я им завязал этот галстук. Потому что никто не умеет завязывать, никто этим не пользуется. Вот. Ну а тогда было все по-другому. Вот я иду и смотрю, навстречу мне идет народный артист Советского Союза Николай Манойло. Ну, я еще раз повторяю, я с ним был очень мало знаком, почти не знаком. Даже работая чуть-чуть в оперном театре на полставки концертмейстером, я с ним никогда не сталкивался. Вот. Он идет тоже очень элегантный, очень такой весь потянутый. И вот я вижу, он собирается со мной остановиться. Ну, я тоже, естественно, останавливаюсь. Говорю ему, здравствуйте, Николай Федорович. Он мне говорит, здоров, как твои дела? Я говорю, да ничего, вроде бы все нормально. Ты еще учишься? Я говорю, да, я на пятом курсе, но я уже работаю в филармонии, у меня взяли в филармонию работать. О, вот это ты молодец. Это ты молодец. Хорошо. А я возьми, да и спроси. Я говорю, а как ваши дела? Он говорит, мои дела? А что я? Это народный артист Советского Союза. А что я? Вот ты знаешь, когда в начале века в Харьков с концертами приезжал Шаляпин и шел в длинной лисий шубе по Сумской, вся Сумская за ним бежала. Вся Сумская. А я вчера пришел на Благовещенский рынок и спрашиваю, тетка, а почем ваша капустына? Она говорит, да три рубля, сынок. Я говорю, а по два пятьдесят не будет? Посмотрел на меня, скорчил гримасу, махнул рукой, повернулся и, не прощаясь, ушел. Светлая ему память. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова